У трёх человек, как говорится, как регулярно посещающих, Тренисин, Параценко и МАКАФ я поставлю в автомат, трёх остальные, давайте, приходите на зачёт. Говорим, что есть либо ко мне, если тут электрофизики, время и место. Так, значит, отметим ещё одно дополнительное обстоятельство, важное для всей техники. Вот когда у нас есть какая-то внутренняя вершина, и в ней там надо проводить интегрирование, но она имеет какую-то характеристику, допустим, Х, точка Т, АО1, в этой вершине всегда входятся две сплошные электронные линии, либо ещё входит фонон F, функция Горина, либо, значит, линия взаимодействия. Линия двухчастичного взаимодействия V, X и V, X и V2, она содержит ещё дейта-функцию, такую, Тау-1, Тау-2. Мы их ввели формально. Из-за того, что дейта-функция, она чёрная, можно показать, что вообще образ разложения, взаимодействия содержит только чётный дискретный перемен. Так, значит, вот либо волнистая линия, либо, значит, если подходит фононная линия, она содержит какое-то чётное число в амеге, если я так перенят. Дальше. Две электронные линии, они содержат какие-то нечётные числа, значит, ну допустим, омега n1, омега n2. Но сумма или разность двух нечётных чисел – почётное число. То есть, в результате, значит, когда мы начинаем нагревировать где-то под элементами tau, а вот единиц мы на t, d tau, e, i, tau, у нас здесь стоит сумма по частотам, где-то в вершине, пустим, tau и n. Сумма разность – омега n. Все эти омеги n, они дают сумме какое-то чётное число, значит, у нас сумма омега n будет 2, ну допустим, назовём это чётное число n и n. И поэтому к чему сведётся наш интеграл? Наш интеграл будет такой. Значит, интеграл от нуля до единицы на t, 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 e, i, вот давай, tau, 1 называется, tau, 1, 2, r, 3, n. Берём интеграл, вычисляем лоб, n, b, t, e, i, 2, i, n. После постановки верхнего предела минус единица. Так, i, 2, n, b, t будет косинус 2, n, минус единица. Ну а что, значит, косинус чётного числа b единица, значит, такой интеграл будет 0. Такой интеграл будет 0 за исключением того варианта, за исключением того варианта, вот, значит, вот здесь не равняется 0. Если же сумма вот этих всех частот, которые стоят, будет 0, то вот этот интеграл у нас будет просто единица на t, потому что, когда будет от 0 до единицы на t, dt, 1, сумма всех частот из 0, экспонента будет единица, будет единица на t. Таким образом мы можем записать некий общий результат. Итак, что интеграл от 0 до единицы на t, от такой экспоненты, е, и, тау, тау, сумма, по n, амега, 0, это t. Это равняется единица на t. Ну вот, фактически это означает, что у нас вершине, вершине, по которой мы интегрируем, должен соблюдаться закон сохранения частот, который записывается в виде такого дельта-символа коронекера. В ноль температурной техники, когда мы интегрировали по времени, а не по этой мимой переменной тау, у нас был закон сохранения энергии, там возникала дельта-символа коронекера. А здесь у нас нанекает дельта-символа коронекера. Ну вот, давайте посмотрим в качестве примера запись диаграммы, запись поправки какой-то функции Грина, запись на представлении. Давайте, значит, возьмём поправку температурной функции Грина первого порядка. Поправка, пример, пример. Вот давайте в координатном пространстве у нас есть такая диаграмма. Станкуем из точки Xα, приходим в точку Z, спиновый гамма-1, точка Z2, гамма-2, в координатном пространстве. Вот время взаимодействия. Давайте запишем поправку. По нашим правилам, как мы вам говорим, поправка. Ну, диаграмма А, альфа-бета, X и X. Так, ну, координата внутренних точек интегрирования. Значит, впишем D4Z1, D4Z2. В каждой сплошной линии сопоставляем функцию Грина. Значит, вот этой функции линии G0, альфа-гамма-1, X минус Z1. Второй сплошной линии G0, гамма-1, гамма-2, Z1 минус Z2. В третьей сплошной линии G0, гамма-2, Z2Y. Дальше, в волнистой линии сопоставляем волос по взаимодействию. F, Z1 минус Z2. Вот так. Теперь правило знаков. Напоминаю. Перед результатом надо написать минус 1 степень N плюс F. Н – порядок поправки. Порядок поправки поделяется степенью взаимодействия. Значит, взаимодействие берется в первой степени. Значит, это не у нас. F – число замкнутых петель в диаграмме электронных. Замкнутых электронных петель нет. Значит, минус 1 в первой степени. Вот. Мы записали поправку первого порядка по нашим правилам. Одночастичной принципиаловской функции 3. Ну, ладно. А теперь, значит, я напишу FURIE образ. FURIE образование вот этой диаграммы. Что надо делать? ФУRIE образование. Так, значит, delta G диаграммка A. Альфа-бета от координат разности переходим к импульсу, от разностей переменных tau1, tau2, переходим к скрипке G мегаметра. Так. Надо взять, логифицировать по разности координат. E минус C, P, X минус C. Ну и надо взять интервал... ...вот того... ... 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 как мы показывали, исходно зависит только от разности элементов колонок. Ну и в общем. А вот дальше здесь что делаем? Подставляем вот эту B, G, A, альфа-бета, так, координаты х минус ирюй, ставим х минус ирюй. Подставляем это выложение. Для каждого выложения, ну, можем написать, разложение в виде, так сказать, поверхного странства, вычисляем эти главы, и я напишу просто-пространство. Так, ответ будет у меня вот здесь. Равняется «минус» «геной» «альфа» «геной» «геной» «пэ» «геной» 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 Так, потенциал взаимодействия в ее образе. И вот теперь давайте в этой диаграмме расставим индексы уже в индексном пространстве. Вот это, конечно, спиновыми индексами ничего не поменяется после преобразования бета, гамма-1, гамма-2. Здесь будет функция грина нулевая с индексом P омега-N. На выходе функция грина нулевая P омега-N. Так, здесь будет P1 омега-N1, а на линии взаимодействия P минус P1 омега-N минус омега-N. То есть, видите, в каждой вершине при переходе в импульсное представление у нас выполняется закон сохранения пространственного импульса и закон сохранения для бесколетных частот. Ну а теперь давайте сравним эту диаграмму для любопытства с диаграммкой, которая получается в импульсном представлении нультемпературной техники. Вот если взять амультемпературную технику, то вот эта же самая диаграммка будет выглядеть так. P омега-N1, P омега-N1. Так, P1 омега-N1, значит, здесь P минус P1 омега минус омега-N1. Ну и если полезть в наши анналы, там у меня есть запись этой диаграммы и в импульсном представлении. Для нультемпературной техники функции Грина вот эта поправка антиаграммка выглядит так. П омега-N1, P, омега-N1, P. Так, на G 0, гамма-N1, гамма-N2, P1 омега-N1. Так, по E оба взаимодействия. Ну вот, теперь мы можем сравнить два выражения. Одно написано в предыдущем температуру, другое, вот это предыдущем температуру, что при конечных температурах. Ну и видно, что нужно установить правило соответствия для диаграмм при нультемпературах. Диаграмма при конечных температурах получается из техники нультемпературы, если сделать такое. Значит, функции Грина нультемпературной техники, P, заменить на нулевые функции Грина при Дискретными частотами. Это первое. Дальше. Второе. Значит, все там, где стояла у нас частота омега, надо заменить на минимумную дискретную частоту E омега-N. Причем омега-N, 2-N-Пи-Т, для случая позы частиц, омега-N, 2-N, плюс 1-Пи на Т, первые частицы. Так, ну и третье, значит, третье еще надо для такого соответствия сделать. Надо взять и интегрирование по частоте, заменить на 2Пи-Т, либо единицам, сумма. Омега-N, омега-N. Вот и все. Вот такое довольно простое правило соответствия между диаграммами при нулевой температуре и диаграммами при конечной температуре. Принцип такого мощного температуре. Принцип такого мощного температуре. Такое, значит, уравнение Тайсона, собственная энергетическая часть и вершинная часть. Я напомню, что когда мы рассматривали функции Грина, при нулевой температуре, я отвечал, что чем дальше влез больше диаграмм, то, чтобы не возиться с ними, вот, были выработаны принципы прочного суммирования. Какие-то диаграммки подсуммируешь в этих рядах теории воздушных отношений. Вместо них получается некой пульверской порядок. Так вот, самое главное, прежде всего, чтобы, скажем, для одночастичных функций Грина, существует так называемое уравнение Тайсона, которое содержит собственную энергетическую часть. И для того, чтобы считать собственную энергетическую часть, надо изучать меньшее число диаграмм. Давайте познакомимся еще раз, напомним эти принципы, да, в примере электрон-фаномного взаимодействия. Я буду рисовать электрон-фаномное взаимодействие, ну, потому что там набор диаграмм немножко проще. Так не надо рисовать голова с нулевыми выписками передачи. Вот, полная функция Грина электронная изображается в сплошной линии. В нулевом порядке теории благомещения, когда от Сигма или от С смазывается только единичка, это просто выливая функцию Грина электрон-фаномного взаимодействия. Дальше, ее прикладка первого порядка. При двухчастичном взаимодействии это две диаграммки, при электрон-фаномном взаимодействии это только вот одна такая диаграммка. Под каждым кругом кругляшку сопоставляются, так сказать, константы электрон-фаномного взаимодействия Дальше идут поправки четвертого порядка Дальше идут поправки четвертого порядка. Дальше идут поправки четвертого порядка. Так, 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 так. Ну тут в четвертом порядке будет три диаграммы. Вот одна диаграмма такая. Одна диаграмма вот такая. Ну и там надо уже рисовать диаграммы шестого порядка. Шестой порядок по электрон-фаномному взаимодействию. Там уже весьма плохо. Так вот, когда мы начинаем смотреть на эти диаграммы, мы ее обнаруживаем, что вот начиная с четвертого порядка диаграммы делятся на перерезаемые и не перерезаемые по одной электронной линии. Вот эта диаграмма перерезается по одной электронной линии, конечно, я не беру, как сказать, линии, носящиеся в ходящем-выходящем. А вот эту диаграмму мы не можем перерезать по одной электронной линии. Мы должны пересечь еще линии как-то взаимодействия по этой попытке. То есть одна перерезаемая и две неперерезаемые диаграммы. Дальше делается такой трюк. Вот берется большая последовательность, выделяется совокупность диаграмм, которые можно перерезать по одной линии прямодействия, ну вот допустим, после этой диаграммы поправки. И несложно видеть, что у нас фактически здесь, что стоит после вот, так сказать, вот этой петли. После этой петли стоит у меня вот такая диаграмма, начинается отряд. Дальше вот диаграмма с петлей. Дальше вот начинает опять там и так далее, и так далее. В результате, если мы соберем всю совокупность этих вырезаемых диаграмм вот до этого конца, до этой линии, у нас появится так называемая собственная лимонетическая часть. Вся совокупность нитеролизаемых диаграмм. И вот этот наш ряд фактически превратится в следующий ряд, значит, тонкая функция грейна, плюс тонкая функция грейна вот эта, плюс что-то между этим тонким концом и вот этой линией отсекаемой. Что за этой отсекаемой линией? В бесконечном порядке за этой линией отсечения стоит опять-таки полная функция грейна. Вот это графическое уравнение и является графическим уравнением Дайсона. А вот эта штука называется собственная энергетическая часть. Ну, собственная энергетическая часть, это тоже бесконечный ряд диаграмм, но только он немножко поменьше, и он начинается выглядеть в следующем образом. Вот я его и свою собственную энергетическую часть. Она начинается с вот такой диаграммки. Вот она первая диаграммка, входящая в собственную энергетическую часть. Дальше идёт диаграммка второго порядка в собственную энергетическую часть. Вот. Вот входящая в собственную энергетическую часть. И лучше, значит, диагонавка вот такая. Но опять-таки следует обратить внимание. Диаграммы для собственной энергетической части строятся таким образом, что вот некоторые диаграммы на внутренних линиях не содержат собственных энергетических ставок. Вот эта диаграмма на внутренней линии содержит в качестве вставки вот эта диаграмма, собственно, энергетической части. Вот эта, значит, содержит вставку. И вот эта диаграмма содержит вставку, но она содержит вставку в подобную функцию Грина. Вот диаграммы, не содержащие собственные энергетические вставки, называются скелетными. А вот эти соединенные диаграммы не в скелетных диаграммах. Если учесть все собственные энергетические вставки в скелетных диаграммах, то оказывается, что вот эту диаграмма, вот набор этих диаграмм, по крайней мере, и трех диаграмм, можно в итоге иметь бесконечное продолжение свести к тому, что у нас будут здесь две вершины, такие элементарные же. Вместо вот этой тонкой фононной функции Грина появится полная фононная функция Грина, а здесь вместо вот этой тоненькой подошвы появится полная или главная функция Грина. Но совокупность диаграмм этим не исчерпывается, там будут еще диаграммы, которые отражают усложнение вот этой элементарной вершины. Вместо вот этой вершины в итоге в усложнении должна появиться вершинная часть. Оказывается, все, так сказать, вот эта собственная энергетическая вставка для электронно-подобного взаимодействия СЭЧ сводится в следующей такой элементарной диаграмме. Вот, то есть все, абсолютно все диаграммы можно получить из этой диаграммы путем такой замены. У меня, значит, будет полная фононная функция Грина, электронная функция Грина, полная фононная функция Грина, и вот здесь будет вершинная часть. Вот в этом, значит, условной диаграмме содержится абсолютно все, что связано с вот этой, как сказать, бесконечным рядом героев и возмущения. Что такое вот эта вершинная часть представляет? Это тоже бесконечный ряд. Он начинается с элементарной вершины, вот которую я здесь рисовал, Ж. Плюс, скажем, начинаем вводить усложнение в следующем порядке. Вот такие вершинки. Плюс, скажем, дальше. Ну, например, так. Вот, ну, можно запустим, что такое диаграмму от вершины изобразить. Ну, вот давайте так делаем. Так. Ну, вот здесь. Есть павлона, значит, линии взаимодействия фононного. В каждой точке сходятся две электронные линии и линии фононного. Одна линия фононного взаимодействия. Ну, вот это сплошные линии. Вот это тоже сплошные линии. Ну, а вот это четыре фононных линии. Ну, все это я вам уже рисовал. Ну, вот это, когда рассказывал геограммную технику, мы видим вот этих вопросов. Графические уравнение Дайсона записывается таким образом. Ну, а если писать энергетическую запись, тогда это так будет. Полная функция геограммная. Графические уравнение. точка xy значит нулевая функция геройна между входящими и выходящими точками xy так вот здесь внутренняя точка z1, z2 значит здесь будет плюс интеграл z0 альфа гамма 1 x мин z1 собственная энергетическая часть я ее обозначу буквой z гамма 1 гамма 2 суммирование по повторяющимся спиновым индексам z1, z1, z2 и на выходе полная электронная функция геройна гамма 2 это z2 минус у если рассматривать это все выражение интегрирования если рассматривать интегрирование ну как общение суверирования это фактически у нас перемножение матриц тогда представляя как матрицу нам нужно написать g0 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 вот это уравнение дайсон в классическом виде его можно преподавать скажем в этом матричном виде давайте умножим слева на g0 минус 1 получим g0 минус 1 g единица плюс 7 так дальше что сделаем давайте справку умножим на g минус 1 получим g 0 минус 1 g минус 1 g минус 1 плюс 7 ну и в итоге значит обратная функция глина полная g минус 1 здесь g 0 минус 1 минус с если переходить к импульсному представлению то у нас это вот это выражение в импульсном пространстве мы должны записать таким образом g минус 1 альфа бета m n обратная одночастичная функция глина в выпускном представлении мы писали прямую функцию глина значит обратная будет выглядеть и омега n минус сигма альфа бета m ну и значит минус сигма альфа бета m n ну и ну теперь значит что останется написать движение для сигмы так в импульсном представлении выложение для сигма вот функция я писал сигму вот это мой рисунку координатам с первого представления напишем как мы это это значит сигма альфа бета и сигма так значит вот этой точке отвечает g элементарная вершина константный электрон коммунного действия дальше так вот этой полной линии отвечает полной фоновной функцией гуина g альфа бета x з 1 альфа этого толстого пункта отвечает вот эта точка альфа и и а а и и а а а и а а а а а а а а x z 2 вершинная часть зависит от координат потому что вот элементарная поправка вершинная такая видите что три точки g z y z 2 координаты связанные с электронными линиями входящая электронная линия z1 выходящая электронная линия y и входящая фоновная z2 ну и теперь что осталось нам проинтегрировать круг координат z4 z2 z4 z2 вот я получил аналитическую запись для собственной эрогетической части электронной функции видов по электронным взаимодействиям ну а если начать рассматывать это в импульсном представлении ну я напишу выражение для импульсного варианта с сигма альфа бета t вместо n будет g t на 2 и в кубе сумма по омега штрих d p штрих g альфа бета m штрих омега штрих омега штрих омега штрих омега штрих ну и для вершинной части можно показать омега штрих омега штрих штрих омега штрих штрих вот замечательно что вам сумма омега штрих нет омега н внешний как говорится частота которая связана с тем что у вас вот здесь когда вы будете переходить в импульс и подставлению у вас будет g 0 g минус 1 p омега n g 0 минус 1 p омега n минус это как говорится характеристики внешних концов которые потом подсоединяются вот сюда вот поэтому суммирование интегрирование эпохой нет это отражает внешние концы ну все ребята с этой веселой наукой кончили так ну если кто-то поет в частности мы увидимся на более так сказать интересного помощи теории сверхпроводимости ну а кто не пойдет мы увидимся так мой телефон рабочий есть не не то что не а не а а и а Физкофизики список вопросов, зачет внестики. А где у вас вопрос? Ой, значит, на сайте, на сайте...